Здравствуйте, дорогие ученики! Продолжаем курс обучения правил дорожного движения. И у нас следующая тема – дорожные знаки. Запрещающие знаки. Продолжение для запрещающих знаков. Этот знак – опасность 3, 17, 2. Получается, в опасном участке устанавливается этот знак. Сейчас у нас карантинная зона, много таких территорий, в Узбекистане, красная зона, именно в этих местах тоже устанавливается опасность, карантин. Туда заезжать нельзя. Именно специальным работникам, как сказать, медикам, учреждениям, медикам, специальным транспортным средством, которые работают и обслуживающие предприятия, могут заезжать. Другим транспортным средством категорически запрещается. Дальше. Поворот направо запрещен, поворот налево запрещен, разворот запрещен. Значит, получается, именно устанавливается на каждый поворот, на один поворот, значит, действует этот знак. Сейчас я вам это нарисую, объясню. Вот смотрите, ребята, значит, получается, поворот направо запрещен. Значит, направо только один поворот, значит, в одну улицу этот знак запрещает. А там две улицы, ну, как он есть, нет, значит, он запрещает. Сейчас я вам это нарисую и объясню. Поворот направо запрещен, значит, именно в эту улицу запрещается. А в эту улицу уже можно. Только на одну улицу действует этот знак. Поворот направо запрещен, поворот налево запрещен и разворот запрещен. Значит, получается, вот тут стоит знак разворот запрещен. В этом случае, значит, разворот запрещается. Но поворот налево можно. Понятно ли это? Это запрещает только разворот. Так, следующий наш знак. Это у нас обгон запрещен. Значит, получается, на узких улицах устанавливается этот знак. И обгон всех транспортных средств запрещается. Всех-всех. Значит, узкие улицы, если будете обгонять, значит, получается, создает и наружно-транспортное происшествие. Но можно обгонять когда? Когда едет спереди у вас один транспортное средство и со скоростью меньше, чем за 40 км в час его можно обгонять. А другие, значит, запрещаются. Зона действия этого знака. До перекрестка или до этого знака. Или до этого знака. Значит, получается, после этого знака можно обгонять. Следующий знак обгон грузовым автомобилем запрещен. Только грузовым автомобилем обгонять запрещается. Но грузовой автомобиль тот же самый. Ребята, смотрите, если спереди едет транспортное средство меньше, чем за 40 км в час, значит, его можно обгонять, это грузовое транспортное средство. Другим транспортным средством, значит, можно. Кстати, есть в специалистах один вопрос. Значит, автобусом можно ли обгонять? Этот знак запрещает только грузовым автомобилем. А автобусом можно ли обгонять? Зона действия этого знака, значит, получается до этого знака. Значит, после этого знака можно уже обгонять грузовым автомобилем. Или до этого знака. Или до перекрестка. После перекрестка он называет зону действия своего знака Теряя. Так, на сегодня все. Продолжаем на следующем уроке. Встречаемся на следующем уроке. До свидания. Продолжение следует...